Дендруарт в узком смысле. Это дерево сложной формы со множественными прививками. Ну, выращивается дикая основа какой-то определенной конфигурации. Потом вся дикая крона ему постепенно заменяется на культурную. Каждый элемент отдельная прививка специального сорта. Вот это все прививки необходимые уже сделаны. Вот некоторые дикие веточки они дорезаны. Сейчас мы их дорежем. Не будет у него крона полностью состоять из прививок клона 0.8 Диосфера. Ну, выглядит интересно. Любой дендрарт выглядел бы так. Давайте посмотрим конкретно на то, как выглядит каждая отдельная прививка. Ну, вот смотрите. Это прививки примерно шестилетние. Такие шестилетние. Обычно за два-три года мы прививаем дендрарт. Вот как они выглядят. У них такой густота, конечно, есть, но она выглядит не идеально гармонично, потому что у таких вот сложных форм культивирования, значит, они как бы по японскому прообразу Неваки должны быть в форме таких более или менее плоских тарелочек. А вот клон биосферы из-за его повышенного аппекального доминирования, вот таких тарелочек не дает. И каждая длина каждой прививки, высота ее, ну, получается раза в два, где-то в два, где-то в три больше, чем, значит, ее ширина. Поэтому, ну, вот в соответствии со стандартным эстетическим вкусом это выглядит не идеально. Вот. И вот раньше, когда у нас не было других клонов, собственно, начиналось, когда тема дендрарта, то у нашего распоряжения было всего 3-4 клона. 0,8 биосфера, 0,54 плантационный. Вот. 0,2 президент, 0,3 олигарх. Вот, собственно, и все. Вот. Поэтому мы испытывали все их и потом от некоторых отказались, некоторые оставили. Вот этот экземпляр сделан на основе производного клона за номером 0,8 29. Ну, это 29-ый по счету мутант, вот, который попал в вегетативное размножение. Вот. Здесь 32 прививки. 32 прививки. Высота 2,5 метра. Вот. Возраст 25 лет. Это возраст дерева. В целом, в том числе, значит, 10 лет назад мы начали делать прививки. Самые старшие прививки 10-летние. Вот. Ну, тут на обороте написана цена, но мы вам ее не покажем. Вот. Теперь посмотрим, как выглядят вот эти вот элементы, производные от клона второго поколения. Вот, смотрите. Значит, каждая... Каждый элемент, он в форме, ну, такого вот, плюснутого эллипсоида, у которого в нижней части кроны высота, ну, примерно в 3 раза меньше ширины. Вот в этого, и в этого, и в этого. Вот. Когда, значит, поднимаемся мы выше по кроне, то это соотношение меняется. Ну, вот здесь примерно высота в 2 раза меньше ширины. А у центральных доминирующих прививок, вот здесь, ну, вот, самая большая, она, видите, высота равна ширине, и некоторое доминирование прослеживается. Поэтому она такая имеет форму широкого конуса. Ну, вот это тоже такое широкое яйцо, у которого, значит, высота чуть больше ширины. Ну, в целом, согласитесь, выглядит значительно интереснее. И вот в последние несколько лет мы полностью перешли в создание дендрарта на клоны второго поколения. Производные от клона 0.8 биосфера, клона 0.12 авров, клона 0.54 пунктуационный, ну, и некоторых других. Вот. Все их мы вам показывать не будем, чтобы не отнимать у вас лишнее время. Ну, вот еще на примере тоже одного из самых старых, давно используемых, клонов 0.54 и его семенного потомства. Ну, наверное, мы это вам покажем. Ну, вот, заодно посмотрите, с разных сторон вам его он даже показывает. Вот, как это все выглядит. Ну, с этим деревом мы работали примерно, ну, примерно 20 лет. То есть, в пятилетнем возрасте уже начали как-то мы формировать основу. А в пятнадцатилетнем, как я уже говорил, начали прививать и удалять подвой. Здесь ни одной подвойной веточки не осталось. Она у нас, видите, живет в таком контейнере. Она с закрытыми корнями провела последние 15 лет своей жизни. Ну, выглядит неплохо, особенно если учесть, что сюда мы ее пересадили буквально две недели назад. Сейчас посмотрим на 0.54. Клон, его семенное потомство, размноженное вегетативно для разных телек.